Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм 2, который всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмблеме и нашему девизу о живых оплаке у мёртвых, разбивая молнии, благодаря нашему учителю Психфарм ещё, мы обращаемся к очень-очень важной теме, нас просили рассказать про эскетамин, про кетамин, ну тут подвернулась такая ситуация, умер Мэтью Перри, очень известный актёр, сейчас покажу вам его фотографию, не знаю как кому, но он мне очень-очень нравился, я с удивлением узнал, оказывается, что он умер от злоупотребления кетамином, но на самом деле истинная причина смерти, она раскрывается только у нас, если вы посмотрите этот ролик, то вы поймёте, почему он умер и что, собственно говоря, с ним случилось. Итак, давайте расскажем вам о том, что знают все, кроме вас, наши зрители, кроме нас, что все знают, ну много публикаций о том, что он употреблял кетамин, что он страдал зависимостью от кетамина, что он помер и проиграл, что было вскрытие, его там нашли в бассейне, что он скончался из-за сильного воздействия кетамина, там было ещё и утопление, ну просто говоря, утонул, ишемическая болезнь сердца, воздействие ещё и опиатов было дополнительное, но, в общем-то, основная причина смерти – это сильное воздействие кетамина. Итак, давайте разбираться, собственно говоря, что такое кетамин. Кетамин – это препарат для неингаляционного наркоза, то есть бывает, когда вот человеку надо прооперировать, ему даёт ингаляционный наркоз, который он вдыхает, а бывает так, что ему просто делают инъекцию препарата и тоже делают операцию. Надо вам сказать, что это средство для неингаляционного наркоза, оно, в общем-то, довольно серьёзное. Пожалуйста, посмотрите описание этого препарата, в любом справочнике вы увидите побочный эффект со стороны нервной системы. Угнетение дыхательного центра, мышечная ригидность, непроизвольная мышечная активность, соответственно, смотрите, что с ним произошло. Значит, он принял этот самый препарат по огромную дозу угнетения дыхательного центра, мышечная ригидность, он просто плавал-плавал и утонул. Вот, собственно говоря, всё, что произошло. Это всё вроде как понятно, а вот другое непонятно. А зачем он принимал этот самый кетамин? Давайте мы будем разбираться. Причём мы будем разбираться не просто так, что кто-то, какой-то корреспондент там что-то написал, или Мэтью Перри нам чего-то сказал. Нет, давайте разберёмся по сути. А что, собственно говоря, ему давал этот самый приём кетамина? Если мы посмотрим механизм действия кетамина так, как он приводится в справочнике, ну, скажем, в справочнике видать, то мы увидим там какой-то набор слов, который ничего не говорит. Ни ингаляционный наркоз, анестезия, то есть обезболивание с таким эффектом, с сяким эффектом. Он что, собственно говоря, ему нужно было постоянно делать операции каждый день, и он обязательно себя должен был обезболивать? Нет, конечно. И самые интересные ответы мы нашли у отечественных авторов. Вот очень интересная статья, кетамин, атипичный антидепрессант, новый эффект старого анальгетика. И там очень много по поводу механизма действия этого препарата. Главное, не стоит вдаваться в выводы авторов, а стоит просто вдаваться в фактологию, то есть то, что они приводят по поводу механизма действия кетамина. Ну, во-первых, кетамин обладает антиглутаматным действием. Это очень-очень важно, потому что боль у человека, мы рассказывали об этом, кстати, у нас есть лечение хронической боли, посмотрите, пожалуйста, этот ролик. Что такое хроническая боли? Четырёхглавый дракон. Есть антиноцептивная система, обезболивающая. Есть ноцецептивная система, то есть которая заставляет нас чувствовать боль. Так вот, глутамат обеспечивает нам ощущение боли. Есть система, которая обеспечивает обезболивание. Соответственно, если мы вводим пациенту кетамин, который является антагонистом НМД-рецепторов, он блокирует активность глутаматных нейронов. А как он это делает? Вот два глутаматных нейрона, которые между собой должны взаимодействовать при помощи вот этого зелёненького глутамата. Так вот, чтобы возбудить другой нейрон, другого нейрона, есть вот эти самые НМД-а глутаматные рецепторы. Глутамат до них доходит, этот рецептор возбуждает, ну и дело идёт дальше. Так вот, если мы такому человеку назначаем кетамин, то кетамин становится к этому рецептору, не даёт действовать глутамату, и, собственно говоря, возбуждение прекращается. Но это, опять же, обезболивание. Ещё раз хочу вам сказать, что вряд ли этому саму Мэтью Перри нужно было каждый день делать какие-то операции, он себе вводил и вводил кетамин. Давайте посмотрим, как кетамин действует на мозг, кроме всякого обезболивающего действия. Вот наша обычная схема, которую мы используем. Есть таламус, это как бы фильтр, где фильтруется различная информация, которая пойдёт к головному мозгу, и в основном она обеспечена вот этой вот работой, этого всего, всей этой самой сложной схемы за счёт глутаматных нейронов. Глутаматные нейроны являются главной активизирующей системой. В таламус они поступают, там мозг решает, вот этот вот импульс пройдёт в кору, где я это всё обдумываю, этот импульс не пройдёт. Если в голове слишком много мыслей, вот как на этой картинке, они там вертятся, крутятся, то из коры, через глутаматные опять же нейроны возбуждается тормозящий гаммкаргический нейрон. То есть это так называемая отрицательная обратная связь, и лишняя глутаматная активность отсекается. Таким образом, наш головной мозг всё время работает, он как бы отсекает всё лишнее, думает о главном, о насущном. Что делает препарат под названием кетамин? Поскольку он блокирует эти самые глутаматные рецепторы, снижает глутаматную активность, очевидно, что в голове, собственно говоря, наступит пустота. Туда ничего не будет поступать. Ну, конечно, кто-то скажет, ведь это же прекрасно, если у тебя, во-первых, у тебя нет никакой боли, а в голове пустота. Но мне, честно говоря, кажется, что для такого актёра, как Мэтью Перри, это всё-таки очень и очень мало. Ну, что такое пустота в голове? Чего в этом, собственно говоря, хорошего? И у чуда в той же самой статье. Говорится, что кетамин является довольно мощным агонистом, то есть он возбуждает так называемые мю-опиоидные рецепторы, то есть он действует подобно опиатам, подобно морфину. К чему это всё, собственно говоря, приводит? Морфин воздействия, воздействуя на гамкаргические нейроны, он их просто отключает. И, соответственно, гамкаргические нейроны не тормозят дофаминовые нейроны, и дофамин в огромном количестве выделяется. Ну, я думаю, не надо вам рассказывать про то, что такое дофамин. Я думаю, каждый знает. Поэтому представляется, что Мэтью Перри, конечно же, кололся кетамином только для того, чтобы получить вот этот вот самый дофаминовый кайф. Ну и дальше, конечно, он не один этим развлекался. Арестованы врачи, с помощью которых он этот самый кетамин принимал. Там у них даже есть, оказывается, в Лос-Анджелесе кетаминовая королева, которая всех там, это подпольщица какая-то, которая всех снабжает этим самым кетамином. Ну и вот, собственно говоря, вся история. Но на самом деле не вся. Потому что мы с вами поняли, почему он использовал кетамин. Он использовал кетамин для кайфа, он использовал кетамин для дофамина. Но всем людям он говорил следующее. Он лечился кетамином от тревожности и депрессии. Самое интересное, что он был недалёк от истины. То есть он нашёл способ прикрыть свою эту самую вредную привычку, скажем так. Действительно, в Соединённых Штатах зарегистрирован эскетамин, который называется справата. Это, собственно говоря, препарат, который является изомером. То есть вот, смотрите, препарат любой, например, кетамин, он может быть в виде двух веществ, С и Р. Это как бы пальцы, ну как бы две разных руки. То есть лево вращающий, право вращающий изомер. Это очень интересное явление вообще в мире, в биологическом мире. Потому что каждое вещество может находиться в двух пространственных конфигурациях. Левой рукой и правой рукой. Одно и то же вещество. Так вот, они по своему свойствам могут отличаться. Иногда достаточно существенно. Так вот, кетамин это смесь лево-рукого и право-рукого препарата. А эскетамин, соответственно, только лево-рукий. И вот он там зарегистрирован для лечения депрессии. Поэтому, что, собственно говоря, получается. Значит, этот самый Мэтью Пири действительно придумал для себя очень и очень мощную отмазку. Он говорит, я лечу у себя тревогу и депрессию. Самый использует этот препарат для возбуждения миоапиоидных рецепторов. То есть фактически в качестве опиатного наркотика. К опиатным наркотикам в частности относится героин. Но героин работает чрезмерно мощно и быстро разрушает нервную систему. Наркоманы с героином долго не живут. А этот прожил довольно достаточное время. В общем, это создаёт особенно сложную ситуацию. Почему я не только Мэтью Пири, я пекусь в основном о нашей стране. Представьте себе, что такое, если вот у нас всё время спрашивают. Вот эскетамин. Когда он появится в нашей стране? Итак, представьте себе. Эскетамин, он выпускается в виде назального спрея. Итак, назальный спрей, который активизирует опиатную систему, фактически является наркотиком, у нас появляется в стране для того, чтобы активизировать, усиливать работу антидепрессантов. То есть, действительно, для лечения депрессии. Что в этой ситуации будет? Я думаю, вы все понимаете, что в этой ситуации будет. Наша страна такое уже проходила. У нас был, я помню, отлично в нулевых годах препарат под названием коаксил. Этот коаксил тоже, как потом оказалось, через 20 лет возбуждал миоапиоидные рецепторы. То есть, проще говоря, мог расцениться в качестве опиатного препарата. И, соответственно, все этим препаратом кололись. Все эти самые дворы были завалены этими самыми упаковками. Он в таблетках, правда, был. Тем не менее, его поддержали на димедроле, делали раствор и кололись. В общем, это был, собственно говоря, какой-то ужас. Там смертельный случай. Честно говоря, я не знаю, что с этой ситуацией делать. Я бы в этой ситуации не пошел бы на то, чтобы опробировать у нас, то есть, зафиксировать, что у нас эскетамин тоже можно использовать. Все-таки, смотрите, в Соединенных Штатах, ну, это каким-то образом контролируется, потому что, ну, не все этими самыми эскетамином злоупотребляют. Я вам там больше скажу. Мне как-то один пациент пожаловался на то, что он спустил препарат в унитаз. Его за это чуть не в полицию поверить. Там все действительно очень серьезно контролируется. У нас же это не так. Поэтому я боюсь, что эскетамин нам не нужен. Он нам совершенно не показан. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Напишите нам. Поэтому комменты, лайки, подписка нам очень важны. Важно знать, от чего умер Мэтью Перь. Что такое эскетамин? Что такое эскетамин? Ну, потому что эскетамин-то у нас уж точно есть. И, соответственно, есть люди, которые им злоупотребляют. Поэтому знайте, почему они это делают. Ну, и, конечно же, мы бы очень хотели, чтобы вы донатили наши ролики. Потому что мы вам рассказываем о том, о чем вы хотите услышать. До новых встреч.